Олег, здравствуйте. Добрый день. Ну вот начну с того, что... Вот я вам говорила до эфира, сейчас повторю для зрителей. Я хочу сегодня рассмотреть два кейса, которые мне не дают покоя очень много лет уже. Вот реакция в информационном пространстве людей на определенные вещи. Это будет кейс заложного, его увольнение, и группа Хаммерман, которая разделась. И гневное обсуждение. Почему люди, которых я считала вполне цивилизованными, тоже, так сказать, не насыщили. Давайте начнем с голых. С голых проще. Вопрос мой первый будет очень простым. Почему люди любят так коллективно порицать? Вот коллективно любить, порицать, да. У нас же общество уже воспитано так. То есть начиная, я думаю, с 2014 года где-то пошло как бы так активно, это было тогдашней властью использовано, как бы вот такое целенаправленное управление массовым сознанием через вот эти постоянные какие-то… На кого направить ненависть и гнев, чтобы она не шла туда, куда должна была выйти. Поэтому это уже как бы так общество наше сформировано. Это одна трагедия. А вторая трагедия – это, наверное, мы можем быть о содержании, которое теперь может скармливаться обществу, на которое она реагирует. Но тут «Хаммерман» – это как бы еще одна трагедия, потому что это панк-группа. Ну, это панк-группа. Они существуют уже, по-моему, больше 20 лет, если не 20. Это ребята с очень хорошим образованием, с хорошими мозгами. Это актеры. Это вообще-то актерская игра. И мы тут говорили, да, то есть до этого упомянули, так Sex Pistols это делал еще бог знает когда. А здесь вдруг огромное количество, так прямо скажем, образованных идиотов вдруг обнаружило, что-то голый выступает. Но он не голый вообще-то, никогда голым не выступал. Он же специально это делает, как провоцирующие, раздражающие, ломающие стереотипы. То есть она всегда была нишевой группой, давным-давно. Но вот тут какой-то депутат удивилась, оказывается, что такое в культуре бывает. Она не ездила, наверное, по музеям, не видела обнаженные статуи, картины раздетых женщин. Ничего это, наверное, не видела. Или, может быть, такие депутаты могут, наверное, ввести такой закон, чтобы фиговые листочки на статуи клеить, сиськи замазывать и так далее на картинах, чтобы Рубенс не выглядел так как-то откровенно сексуально. Но это вторая и первая трагедия. Самое интересное, что мы смеялись над ними по поводу голой вечеринки. А сами точно так же же реагируют. Ну да. Ну да. То есть в этом смысле это еще одна страшная трагедия, что мы чем дальше, тем меньше отличаемся. Вот это уж ужасно, конечно. То есть чем дальше, тем ближе, получается, мигрируем. Ну так посмотрите, такой тонкий момент. Не к России, а к тому образу России, который мы рисовали. То есть ну потому что если быть максимально адекватным, мы должны были бы сказать, это же медийный образ России в нашем информационном пространстве, созданный на нашем информационном пространстве. То есть мы мигрируем к этому образу, что по законам психологии совершенно адекватно. То есть потому что мы в воображении рисуем не реальность, которая там, а то, что нам хотелось бы. А то, что нам хотелось бы, мы берем из своего ума, от того, что мы считаем ужасным. И автоматически оказываемся в этом же. То есть буквально, знаете, как правило, послушай, расспроси человека, за что он презирает или не уважает других людей, за что он их ненавидит. И ты получишь точную информацию о том, что он будет сам делать в своих худших проявлениях. Вот парадокс. Это парадокс, действительно. Про чужих сукиных детей и своих сукиных детей. Вчера один очень известный писатель, не буду называть его фамилию, потому что это была личная переписка, прислал мне личку еще одну музыкальную группу украинскую. Не буду, опять же, ее называть, потому что дело не в ней, и, во-вторых, я недоносчица. Это, где весь клип, какой-то там парень, исполнитель, демонстрирует Куни. Мне тоже ее прислали, я тоже удивился. И, значит, она все время ему затыкает рот и отодвигает его, видимо, чтобы он пел спокойно и не отвлекался, или наоборот. Но суть не в этом. А суть в том, что есть же миллион таких клипов с голыми, с Куни, еще с чем-то. Никого это не волнует. Почему-то Хаммерман именно. Точно так же, как вот был недавно скандал с журналистами, которые там употребляли наркотики или не употребляли, неважно. Все были искренне возмущены. Но когда за другими журналистами там бегали, там их, это самое, трогали их семьи или еще делали, все молчали. Ну, потому что это были свои сукины дети, а это чужие сукины дети или не их сукины дети. Точно так же и с музыкальными группами и так далее. Откуда вот этот кейс? Что за своих мы пасть порвем, а за чужих будем молчать? Почему у людей нет этого ощущения, что либо мы живем все в правовом поле и неважно для кого, для тех, кого вы любите или не любите, или мы вообще тогда живем не по закону. Так не бывает, что немножко беременный. Ну, тут как бы я же два момента бы, опять два момента бы выделил. С одной стороны, судя по темам, которые скармливаются, которые вызывают вот такую реакцию хейта, это вид о том, что наше общество глубоко сельско-архаичное. Но это только, как на этом, если вот так вот массово реагируют, причем образованные люди, это такое сельский в плохом смысле этого слова менталитет. А что это за блядство? Вот таки. При этом, ну, мы же понимаем, что как бы эти все наркотики, препараты, это не простые люди чаще употребляют. Это как раз во власти такого можно много найти там. Ну, то есть, этого достаточно. Но это говорит об архаичности общества, что такие темы, как бы вот это, это затрагивает. Хотя действительно все смотрят там ролики, там какие-то западные и так далее. Ну, вот когда касается нас. А что касается там свои и чужие... Кстати говоря, извините, Олег, что я перебиваю. Я же обещала говорить меньше, потому что у меня голос. Но не могу, выдерживает привычка, понимаете, натура. Депутат Власенко написал пост, он говорит, подождите, а если бы завтра показали, как там, я не знаю, чиновники большие и, я не знаю, депутаты употребляют наркотики, сидят. Так показывали, что это, помните? Никто бы же не защищал, все бы возмущались, там прочее, прочее. Тут же тоже, да, свои суки на дети и чужие суки. Смотрите, помните же, я не помню, брат Добкина, по-моему, его же постоянно показывают, но заметьте, когда показывали брата Добкина, это все сопровождалось таким юмором, саркастическим, как бы, не ненавистью, заметьте, а, ага-га, какие они там идиоты. А Хаммерман, это, ого-го, это же разрушение национального, это же вообще, как можно во время войны это делать? В чем? Да. То есть, а когда это показывали депутатов, еще многократно, это все было под смех, под юмор. Вот что странно, то есть, как бы, эта группа, ну, в Украине, да, то есть, вообще власть, она как бы считается отдельной от общества, там она самостоятельна, там, там как-то свои законы, а это же как бы вот простые люди, они, суки, не имеют права на это, а вот власть может, они же просто там владь, там такие все, такие. А эти не могут. Это же вот это извращение, то есть такое ментальное извращение общественное. То есть с советских времен власть, она как бы не от общества. Причем есть, я сейчас даже не буду называть фамилии, достаточно активные люди, там политически активные, которые так и говорят, что там власть, это не от общества, это какие-то извращенцы. А вот настоящее, вот если мы, люди из общества, придем во власть, мы все же поменяем. Так этот парламент, там сидят люди из общества, простые люди. Они оказываются вот такие примитивные. А по поводу свой-чужой, ну это как бы как раз говорящие о том, что мы никакое неправовое государство, ни с каким правовым сознанием. Мы далеки от всей этой западной цивилизации, мы живем как раз вот в этом поле свои и чужие. Это клановое какое-то сознание. Вот как раз мы тут ближе к России, туда вот все эти. Это даже не какой-нибудь Китай, там, да, где это не... Ну, то есть, тоже есть же какой-то закон там, да. А это именно клановые вещи. То есть, очень... И даже не феодализм на самом деле, потому что феодализм уже предполагает законодательство какое-то, нормы, правила и суд, куда можно подать. А это клановые вещи. То есть, это очень примитивно. И это вот вскрывается... То есть, страна буквально такими семимильными шагами идет к своей такой вот сути, скрытию всей этой сути. Но, наверное, это и нужно для того, чтобы один раз это как-то глазами увидеть всю эту наготу свою. И как-то вот задуматься об этом. Если будет... Если на это шанс какой-то будет задуматься. А, кстати, будет шанс или нет? Ну, знаете, в таких ситуациях они же как бы непредсказуемы. То есть, с одной стороны, трагедия, драма, а у нас драма происходит, либо приводит к тому, что рефлексия включается, когда сознание задумывает. Как я так живу? Как я хочу по-другому? А бывает так, что погибают. И вот этот вопрос такой очень тонкий. То есть, можно, конечно, говорить, все погибнем, Украина погибает, но это такие... Апокалипсис, да? Можно говорить другую фразу. Да нет, выживем, все будет хорошо. А правда, это когда мы... Честно, мы не знаем. Дай Бог, чтобы было вот так. Но мы не знаем. Потому что одно и второе, как бы Апокалипсис и такое счастливое возрождение, это лишает людей бдительности, вот осознанности и ответственности за свои поступки здесь и теперь. На самом деле, мы не знаем. Все зависит от, вот как это все разовьется, будут ли... Есть ли этот потенциал? Там нету его. Хотелось бы, чтобы он был? Хотелось бы, да? Но по факту я не знаю. Вот я не знаю. Я вижу, что это происходит. Что это будет? Мы проживаем драматичные периоды. Советский Союз исчез, его нету. А что это? Охарактеризуйте, что происходит? И перейдем к кейсу заложного тогда после этого. Происходит разрушение разрушение вот этой украинской идеи, которая вот 30 лет. Я сейчас не говорю об Украине как о сущности, которая там существует несколько столетий. А вот именно о той форме, которая была организована, которая оформилась, ну, даже не оформилась, а продолжилась эти 30 лет, потому что создана она была в Советском Союзе. Просто в Советском Союзе как бы было создано... Культ Шевченко это был в Советском Союзе поднят, культ, значит, народа, который был всегда жертвой. Откуда у нас такая нелюбовь к помещикам, к богатым людям и предпринимателям? У нас же Шевченко писал о том, что этот народ, эксплуатируемый панами, кто такие паны? Это богатые люди. У нас это оттуда. Только в Советском Союзе взяли и создали этот, усилили этот образ жертвы народной. Народ жертв, попов, духовность вычеркнули, помещиков, предпринимателей. Нужно, как говорит, гетьманцев ощипывать аккуратно. А дальше же было добавлено в той системе, оно же было сбалансировано как? Благодаря великому русскому народу вот этот украинский народ обрел свою государственность. И вот теперь начинается новая жизнь. А теперь что получилось? Советский Союз рухнул, великий русский народ, естественно, вычеркнут, но почему-то эту половинку оставили, что мы жертва насилия. И это есть национальная идея Украины. Государство жертва всех. Панов, поляков, жидов, москалей, кого угодно. И, естественно, это же не жизнеспособная идея, потому что это в чистом виде рессентимент. Вот она должна будет разрушиться. Вот она разрушается. Откуда у нас такая нелюбовь к богатым людям, предпринимателям? Потому что паны. Оно, кажется, не связано, но оно же на подкорке сидит. Это же воспитанием. Это прописано, как Украина вот такая. Хотя Украина больше, чем эта. Чем вот эта вся чушь, которую, скажем... И самое неприятное, что это же было в Советском Союзе создано. То есть это не некоторая идея, которую создали в эти 30 лет. Мы думаем, блин, зачем мы это сделаем? Нет, это продолжение советской идеи, только вы извращу... То есть она была извращенная, тут еще извращение и извращение получилось. Кейз залужного. Знаете, во многих каких-то там парках больших, особенно на Западе, есть такая процедура кормления рыбок. Вы там бросаете воду, и они стаями приплывают. Вот мне это напоминает соцсети. Особенно, если на подкормку приходят какие-то там властители ДУ, то все, хана, понимаете. Вот Кейз залужного вчера начался с этого. Мы сейчас не обсуждаем, правда это или неправда. Возможно, он будет уволен, возможно, не будет. Мы этого не знаем с вами на эту минуту, когда мы разговариваем. Но вот ведь точно так же можно в массы бросить любую идею, любое там, не знаю, любое безумство. И вода будет кипеть от рыбок возмущенных, которые вот так вот прям ротами хлопают. Вот тут смотрите, я тут с одной стороны соглашусь, что вот такой вот массовый эффект можно создать на ровном месте, но с другой стороны не любая идея. То есть это вброс или не вброс, мы сейчас как бы там, она сработала только потому, что власть несколько месяцев вспахивала почву для этого. Все эти безумные, безуглые и так далее. Есть единственный человек в этой стране, который этот бардак мог бы прекратить. Одним словом, одним решением, он его не прекратил. Естественно, если вы как идиоты вспахали эту почву, грех кому-то, кто является вашим недоброжелателем, даже если это недоброжелатель, не воспользоваться этим. Только весь удар получится, идет по вам. Потому что мы сейчас, как мы же говорим о вот это мышление, условно, если можно говорить, мышление в соцсетях, это же не мышление, это мифологическое сознание. Мы сейчас не говорим о том, хороший военный, заложенный или нет, там и так далее. В массовом сознании он великий богатырь и воин. В массовом сознании он тот, который символизирует армию, которую все считают как бы единственной опорой нации. Естественно, та сторона, которая посягает на великого героя, это кто? Это зло. Ну, в мифологическом сознании. То есть, день закончился, что приобрела власть? Печать зла. Причем, даже если никто не собирался никого уволить, даже, предположим, это был бы взрос, вброс, власть все сделала для того, чтобы этот вброс заставил всех сойти с ума на время. И это прямая ответственность их того, что они делали. Как с вашей точки зрения сегодня меняется информационное поле и какие вы увидите вызовы в этом? Ну, потому что совершенно очевидно, что, как говорят, спрос определяет предложение. Но есть же спрос на настоящую информацию, но ее нет. Предложений нет и не может быть на данный момент. как быть с этим дальше и что будет дальше. Ну, такой тонкий вопрос. Вот если спрос на настоящую информацию, получается, с одной стороны, все хотели бы знать правду, как бы, типа, люди так думают. Пойдите по улице, Олег, пойдите по базару, спросите у кого-то, ты бы хотел знать, как все по-настоящему. Вам любой человек ответит, да, я хотел бы. Ну, если у них настоящее, хотят ли они этого, это второй вопрос. Да, что они подразумевают под правдой, когда им покажут что-то там, да, поэтому вот я бы как раз, ну, правда в моем, для меня, да, то есть правда это некоторая такая откровенность, откровенность о том, что на самом деле происходит, и она всегда, всегда, правда, она противоположна фантазиям, иллюзиям и желаниям. А знаете, что такое для людей правда? Я вам сейчас открою тайну, как военному, как политическому психологу. Для людей правда это то, что совпадает с их представлениями о мире. Если вы говорите, что это противоположно, они вас будут ненавидеть и никогда не воспримут это как правду, и не будут считать, что вы хотите специально вести в заблуждении вы враг. Только так. Ну вот, да, поэтому я бы сказал, что запроса вот как бы на правду такого нету, а запрос на сладкую правду есть. То есть на самом деле всем хотелось бы слышать про 2-3 недели и 2-3 месяца. Но потом за это растерзают. Но в принципе хотелось бы. Вот всем хотелось бы, чтобы было хорошо там как бы на душе. То есть на самом деле хотят не правду, а нечто, вот то, что вы сказали, что делают прямо сейчас нехорошо. Прямо сейчас. А правда предполагает реалистичное понимание ситуации, чтобы проблему понять и начать ее там. Запроса на это нету. Но чем дальше, вот если вы говорите о том, как меняется общественное поле, оно вот все более-более переходит в этот сумасшедший режим такой сумасшедший, не вот как обычно было фейки, а уже с таким надрывом, просто потому что на грани, то есть очень отчетливое переживание, понимание, что все может закончиться и нет никакого ответа или каких-то внятных решений, как это, как это должно быть, чтобы не закончилось, потому что вот буквально там на днях, ну когда, или вчера это я видел, президент Зеленский заявил, что он вообще-то считает, что ЕС неправильно делает, когда обеспечивает напрямую деньгами украинских граждан. Ну должно обеспечивать государство отцелать, а государство уже потом решить. Представляете, вот люди живут в тяжелой ситуации, никто не понимает, как, куда будет. И тут президент говорит такие слова, которые явно говорят, мы за вас подумаем, мы не доверяем европейцам, а нам, а кто вы такие, это же вы, те, кто вот, вы же, господин президент, заявляли, что у нас лучше антикоррупционное законодательство. Жесть какая-то получается. Ну как, это же буквально тебе человек совершенно спокойно об этом говорит, и буквально говорит о том, что мы будем контролировать ваши деньги, мы в ваши карманы залезем. И вот такой абсурд, я думаю, будет продолжаться, не думаю, я уверен, он будет продолжаться дальше. Вот это, залужным, дальше будет все жестче, жестче и жестче. В чем до такой степени, что это вот будет ломать, уже ломает, будет ломать всякую надежду на будущее. Причем не из-за войны, заметьте, не из-за военных успехов России, которых там на самом деле особых-то и нету, а это все будет идти изнутри. То есть, если мы посмотрим на такую ситуацию глазами врага, то его атака, удар физический, условно говоря, приводит к таким последствиям, желаемым для врага, когда внутри страны начинается процесс разрушения. В этом смысле, становясь на позицию врага, я понимаю, что лучшее, что я могу сделать, подождать. Ну, поддавливать и подождать, потому что там уже процесс пошел, там все участники начинают, ну, внутри страны, там Украина, да, начинают играть на разрушение, выдавая постоянное абсурдное, совершенное утверждение, мысли, то женщина домимболизирует, то, ну, короче, трэш идет полнейший. И это будет, чем дальше, тем будет больше, тем больше будут люди сходить с ума, вот в этом, ну, не психиатрическом смысле, а в смысле вот этого хаоса, непонимания, куда, что и как жить.